узнаете мощный пор смотрите какой симпатяга есть у меня герой нашего видео повар больше всех мне нравится этот герой хотя вот еще моно прикольнее кстати да может быть я его может слеплю в следующем видео делаем скелетик металлический экзо скелет как у терминатора далее конечно пластики побольше у нас он чувачок полненький надо побольше ему пластилина намазать голову голова почти как тело у него да наверное размером все это мы разглаживаем ну так можно особо не увлекаться все равно потом еще сверху слои пойдут и одежда здесь у нас будет шапочка я такой оставил рог рог рогатый о чем может у нее там рог под шапкой кто его знает кстати он шапку то не снимал и даже не видел не знаю так значит формируем его голову и щеки щекастые щеки делаем маленько отделяем их от головы чуть-чуть ее так прорисовываем потом значит ему надо подбородочек сделать такую выемку в маленький подбородочек рот рот виде рыбы заметили что он рыб рыбе рот кстати он любит рыбу у нас походу все время и крошит рыбу мясо сам как в рыбу превратился по ходу так дальше у нас что там для глаз да он выемки для глаз делаем да наверное для начала и дальше уже накидываем губу разглаживаем рыбью губу потом нос нос такой у него картошкой такой мятый весь это как сказать он курносый кверху задран надо тоже добиться такого эффекта задренности так с маленечко проделаем ему и еще глубже впадины глазные надбровной дугой что более выделить такое вот вроде ничего уже получается носик маленькой мы подправим кверху чуть-чуть задерем так вот нормально отлично отлично симпатяга наш уже что-то выходит такой уже уже похож щечки накинем еще пожирнее ему жирненькие щечки ему побольше сделаем значит злые глазки ему чтобы сделать позлее надо ему такой вот нахмурить их немного брови дальше еще щеки ему увеличиваем побольше разглаживаем вторую сторону также делаем морщинки можно прорисовать жирные складки такой прикольный да но и сзади тоже у него мозги по моему похоже вытекает что у нее тут прям такие складища здоровые вставляем глаза значит пока закидываем туда куски одинаковый глаз и дальше уже из них будем вырезать так вот ну вырезаем разделяем века и глаз так получится так лучше эффект будет морщиночки и все такое колпак делаем на голову значит такую пластиночку сворачиваем кольцом загибаем один из краев соединяем сверху разрезаем для нашего такого у него как концовка такая кругляш такую сверху его наклеиваем отдельно делаем наклеиваем к нашему колпаку все это дело соединяем замазываем делаем складочки можно сразу же наметить так капак по колпак пока капак в сторону отложим и волосы наверно сделаем сделаем сразу же вот так по волосиночки спереди можно по волосиночки мы сделать а сзади просто пластинкой зафигачим прорисовываем более тонкие волосы а сзади закидываем такую пластинку и на ней уже маленькие волоски просто прорисуем отдельно здесь потом после того как все набросали мы уже более мелкие волосы более тонким лезвием уже прорисовываем вот у нас в колпаке вот такой получился складочек немножко сверху добавим ну теперь пришло дело у нас пузо закидать еще ему пузо потолще все это дело разгладить перед тем как уже приступить к одежде то что-то какой-то худенький повар получился так ну вот теперь можно ему делать фартук к фартук как халат у него да и фартук у него еще сверху будет надо его тоже будет выделить отделить отдельно сделать фартуку приклеиваем лямочки после далее верхнюю часть заклеиваем посередине отрезаем что не нужно у нас будет посерединке пояс поэтому можно не беспокоиться о том что там какой-то шов останется делаем вот как раз в этом месте где пояс сделаем углубление чтобы создать эффект как будто пояс будет вдавлен у нас просто сверху накинуть а именно его тушку вдавлен пояс будет соответственно от давления у нас появляются складки складки тоже прорисовываем можно в принципе либо по картинке либо так визуально на свой вкус их сделать и отделяем краешек у нас фарточек будет сверху него его детализируем выделяем как бы ну и ремень пояс точнее кушак такой у него до заклеиваем вокруг значит кушак надо будет нам сейчас макушак про тоже сделаем складочки он такой закрученный весь в нем мятами весь фартук мяты такой какая-то куда-то вытащен неизвестно так с это у меня что это мне сабля сабля нет это не сабля это у нас будет рука с этим рука стоп не с топором как он поварской тесак значит а руки то есть я отдельно руки сделаю на тело значит делаем такой кулачок кругляш сверху накидываем пальцы таким вот образом каждый по отдельности приклеиваем потом дай для лучший адрес прорисовываем для лучшей детали детализации каждый палец такой у нас кулачок получается жирники прикольный так и делаем ручку топора то есть это он держит топор топор че-то все накидываем сверху лезвие тесака приклеиваем вот такая у нас получается мощная рука со страшным ножом которым он разделывает рыбу и мясо у нас да крошит а вторая рука будет просто будет без всего блоки готовая схватить кусок туши или вас если попадетесь под руку закручиваем эти руки ему так туда вставляем каждый по отдельности и потом маленько замазываем в общем-то деле держится довольно крепко поэтому не оторвешь и в дальнейшем когда запечем немножко тут разгладим чтобы она соединилась но если небольшой небольшой будет стык ничего страшного как жирный жирные руки сверху наваливается складочки ну что теперь мы раскрасим сначала закидаем загрунтуем конечно потом закидаем таким нейтральным каким-то грязновато-желтовато-коричнево-голубым слоем он дадим его подсохнуть чтобы он создал нашу основу теперь ножичек раскрасим сначала наверное серебристым цветом делаем блик ему отрисуем волосы теперь прокрашиваем коричневым цветом тут в общем все понятно красим волосы по кругу разными слоями потемнее посветлее можно сначала наложить светлый тон потом темный лучше нам темно сначала как обычно так теперь выберем цвет нужда так и подобрал он довольно удачно и подобрал сразу же нужно нам оттенок кожи полностью все его закрашиваем смело лицо и руки такое прикольно получается по моему рисуем детали прорисуем тени то есть более темным цветом под щеками на шее под глазами вот эти все впадины куда меньше света попадает мы его затемняем можно в принципе и даже не бояться переборщить я думаю в этом случае он такой весь у нас мрачный какой-то с синяками под глазами поэтому ничего страшного если сильно темно будет если что потом можно просто светлого оттенка добавить сверху просто и все сзади также везде каждую складочку мы прорисовываем можно даже блики добавить ему теперь глаза значит у нее я заметил такие красноватые этот зрачок радужка сама красноватая такая белого накинем тоже что-то слишком темно получился решил и белым прокрасить немножко топор тоже тем более краска она темнеет чуть-чуть при высыхании такс теперь наверное вот намешаем сейчас голубовато белым вот да вот таким вот цветом я думаю надо ему еще прокрасить фарточек вот он вот он симпатяга симпатичный меру питанный повареныш злюка на этом все всем пока